МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Болельщики заждались 20-й тур на носу, а домашних побед еще не было. Должны прийти. В клубе рассчитывают, что уже в эту субботу Брестка-Динамо хороший соперник для реализации таких замыслов. А вот у Могилевской женской надежды другие проблемы. Победы есть, но не над футбольной командой Минск. В сезоне они сыграли в четвертый раз. О результатах знает Спорт-М. Отобрался в отрыв и за 5 километров уехал с тревого и выиграл гонку. Илья Волков на международной велогонке в Польше отпраздновал свой день рождения золотой медалью. Это программа Спорт-М. Спорт Могилевской области. Прямо сейчас расскажем о главных событиях нашего региона. Начнем выпуск с игры Могилевского Днепра. Точнее то, что от нее осталось. Команда находится в нижней части турнирной таблицы. Не радует болельщиков голами, не говоря о победах. В домашних играх такого за этот чемпионат и вовсе не наблюдалось. Зритель почему-то все еще ходит на Могилевский Спартак, подняв Днепр по посещаемости на третье место в стране. Возможно придет вновь в эту субботу, когда за два тура до завершения первого этапа Могилевская команда сыграет с Брестским Динамо. Это единственный клуб, у которого могилевчане побеждали в этом футбольном чемпионате. Ну, если стратегически так очень важно было в игре с Белшиной не проиграть, то здесь нужна только победа. Во-первых, молельщики заждались 20-й тур на носу, а домашних побед еще нет. Команда уже, понятно, будет играть во второй шестерке второй этап турнира. Как планируете ее пройти? И, скажем так, есть ли для команды цели в этом сезоне, если есть, то какие? Пока мы еще о второй шестерке не загадываем, надо закончить первую часть чемпионата. А цель одна, победа в каждой игре, будем стремиться к этому. Понятно, что высших целей мы уже не достигнем. Любой футболист, выходя на поле, должен стремиться выиграть в каждой игре. Для Днепра принципиально быть выше в турнирной таблице, чем Белшина? Принципиально просто быть выше. На одно, на два места выше, выше. И плюс наигрывалось, чтобы наша молодежь приобретала опыт определенный. И надеюсь, что в следующем году он поможет. Пока профессионалы готовятся к своим играм, в Могилеве в мини-футбол сыграли спасатели и милиционеры из департамента охраны. Турниры разные, но оба республиканского значения и оба прошли в одном городе. Даже даты совпали. Пока одни гоняли мяч в Могилевском спорткомплексе «Олимпиец», другие забивали мячи в зале на улице Вавилова. Подобные турниры и МЧСники, и департамент охраны проводят каждый год. И каждый раз игры эмоциональны и напряженные. Куда ты даешь ворота, Кирилл? Играем, интересно. То есть все команды заряжены на борьбу. То есть всем хочется показать и перед областными управлениями, то есть чего все, что стоит. Команда «Витебска» в финальную стадию вышла с первого места в группе. Надеются, что это же место будет и окончательное по итогам турнира. На аналогичный результат рассчитывают и хозяева другого турнира – команда «Спасатели» из Могилевского областного управления МЧС. Это уже по счету 14-й турнир получается. Я уже участвую в 9-м турнире. Эмоции всегда. Сейчас матч был, мы в Минске проиграли 3-1. В прошлом матче мы с ними 3-3 сырали. По эмоциям, сами видите, что накал идет. Все не хотят сдаваться, все борются. Победитель будет в конце. Ребята выглядят хорошо. Несмотря на ту жаркую погоду, спасатели и даже при такой температуре показывают свое мастерство. Могилев победит? Могилев обязан победить. Возьмут ли могилевчане золото «Спорт-М» расскажет и покажет уже в понедельник. И вновь к чемпионату Беларуси по футболу. На этот раз среди женских команд. В Минске состоялся матч 13-го тура, в котором горожанки принимали Могилевскую надежду. Счет в матче открыли хозяйки. Оборона гостей продержалась лишь до середины первого тайма, который завершился со счетом 1-0 в пользу Минска. Во второй половине матча хозяйки забили в ворота надежды еще два мяча. Дубль оформила Леана Мершниченко на 67-й минуте. Навес со штрафного головой замкнула лучшая футболистка чемпионата Беларуси 2013 года Ату Вигиф Еле. Четвертое поражение надежды в этом сезоне от Минска и ни одного гола в ворота столичной команды. Следующий тур могилевчанки вновь проведут в Минске. На этот раз их соперницами будут футболистки из команды «Звезда БГУ» – лидер нынешнего чемпионата. Далее о футболе второй лиги чемпионата Беларуси. Напомним, там выступают два представителя нашей области. Это Шкловский «Спартак» и футбольная команда «Сиповичи». Календарь турнира отмерил 15 туров. Однако из-за переносов не все имеют одинаковое количество сыгранных матчей. У «Спартака» таких поединков 13, последний с минским сквичом, который наша команда выиграла 2-1. И ныне шкловчане занимают девятое место в активе 14 очков. Выше при Озере из Верхнедвинска и Логачевский Днепр 17 очками. Однако у «Спартака» на одну игру меньше. Что касается «Сипович», старожил второй лиги среди лидеров чемпионата. После этого тура «Сиповичи» идут четвертыми в турнирной таблице, имея в активе 25 очков. Могилевский велогонщик Илья Волков на свой 17-й день рождения сделал себе хороший подарок. Стал победителем международной велогонки в Польше. Дистанцию в 100 километров он преодолел первым. Сейчас проходила международная велогонка вроде «Грундиш» в Польше. Там принимали участие участники из таких стран, как Латвия, Литва, Польша, Россия, Германия, Беларусь. И всего было 120 участников. Были очень такие жаркие погодные условия. Было достаточно некомфортно ехать. Очень жарко и хотелось пить. Как трасса сама? Трасса равнинная, но с очень сильным ветром боковым. Тоже это достаточно тяжело было преодолевать такие условия. Какие задачи? Стал на гонку и как распределял нагрузку? Задачи ставил. Ехал за победой и знал, что мне нужно атаковать заранее, потому что в финишном спринте я не очень силен. И поэтому отобрался в отрыв и за 5 километров уехал с отрыва и выиграл гонку. Это не первое успешное выступление могилевчанина. Повзрослевший юноша в этом году включен в состав сборной страны. Тренируется могилевчанин в областной спортивной школе Олимпийского резерва номер один под руководством Валерия Капитонова. С падающим большей надеждой велогонщика многие связывают успех и в будущем на взрослых стартах. Ну а пока в планах у Ильи успешное выступление на чемпионате мира в Испании, до которого осталось полтора месяца. А на сегодня это все. Это была программа «Спорт М» – спорт Могилевской области. Приходите на футбол в эту субботу на Могилевский «Спартак», а в понедельник на «Беларусь-2» «Спорт М» покажет и расскажет. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok